Африканский континент Необычность Африки начинается не с каких-то общеизвестных фактов, а просто с того, что жизнь в регионах с вечным летом устроена совершенно иначе. И именно исследованию африканского континента будет посвящено новое телепутешествие, в котором путешественники из Узбекистана отправятся в далекую Танзанию, чтобы подняться на самую высокую гору в Африке. Саид Тулягянов – известный телепутешественник, член Русского географического общества, который уже много лет ездит по миру и открывает для себя новые места на различных континентах. В каждом интересном месте Саид снимает путевые заметки, из которых складываются дневники путешествий, показывающие, как много красивых и необычных мест существует на нашей планете. И какая уникальная история стоит за каждым городом или страной. Общение с местными жителями, коллегами-путешественниками, книги, карты, снимки со спутников и специальные приложения помогают ему находить и исследовать необыкновенные места по всему миру. После перерыва продлившегося более года в штабе телепроекта «Дух приключений» в городе Ташкент снова началась подготовка к новой, большой международной экспедиции, в которой решил принять участие Саид Туляянов, автор и ведущий тревел-шоу «Дух приключений». В 2023 году телепроекту «Дух приключений» исполняется 7 лет. И на самом деле работа над новыми сериями никогда не останавливается. Мы постоянно ищем что-то интересное, серии становятся более сложными, мы охватываем разные страны, регионы и даже континенты мира. Экспедиции в рамках тревел-проекта «Дух приключений» постоянно продолжаются. И за время перерыва были проведены путешествия по России, Казахстану и Турции. Так что впереди ожидается много новых фильмов о путешествиях исследователей из Узбекистана по разным странам мира. Уже 5 лет назад с серии про Эльбрус мы начали снимать проект «Семь вершин». В этом проекте я путешествую не один, а с Шарофом и Гембердиевым. И все началось со съемок в России, когда мы поднялись на вершину горы Эльбрус, считающуюся высшей точкой Европы. И хотя мы не планировали делать перерыв в 5 лет, но различные ограничения в перелетах, в визах и вообще в передвижении, которые были в 20-21 годах, заставили нас пропустить несколько лет. Но теперь все открыто, и мы можем продолжать проект «Семь вершин». Так что важный вопрос – это решить, куда отправиться в новое путешествие. Учитывая рискованность высокогорных экспедиций, Саид и Шаров посоветовались и за год до начала экспедиции решили отправиться на пик Ухуру, находящийся на вершине горы Килиманджаро в Танзании. Во многих аспектах эта экспедиция будет самой-самой. Например, это будет самая южная моя экспедиция, в которой я впервые побываю в южном полушарии. Это будет самая высокая экспедиция, когда я доберусь до высоты в 5 895 метров над уровнем моря. Это будет самая международная экспедиция, в которой будут участники и из Узбекистана, и из Америки, и из Израиля, и из Великобритании, из ЮАР и многих других стран мира. Так что ожидается что-то очень интересное. Для посещения Танзании путешественникам из Узбекистана необходима виза, которую не так просто получить. Но несмотря на отказ со второго раза, визы в Танзанию были получены. И перелетом через Дубай и Найроби Саид, Шаров и Эльдор добрались до небольшого города Моши, рядом с которым расположена гора Килиманджаро. Ранним утром следующего дня состоялась встреча с представителем туристической компании, ответственной за организацию тура на вершину Килиманджаро. Горные гиды, у них всех есть сертификаты первой помощи в других условиях. Полина рассказывала об особенностях восхождения и сказала, что более 90% участников доходят до вершины. И оказалось, что есть допинг, который помогает новичкам. Мы предлагаем принимать Диамокс, такой препарат. Однако никто из узбекистанских путешественников не хотел использовать допинги и медицинские препараты. Ну а у Саида оказалась аллергия на Диамокс, так что восхождение для всех будет натуральным и без химии. Понимаю. То есть вы Диамокс не планируете? Знаете, что если что, он есть. Полина была удивлена тем подходом, который был у Шарофа, Эльдора и Саида, так как обычно люди приезжают плохо подготовленными, и без препаратов шансы дойти до финиша очень низкие. Да, по условиям. Вы будете жить в палатках. Палатки двухместные. Посвятив участников экспедиции во все детали питания и проживания в палаточных лагерях, Полина перешла к условиям восхождения на пик у Хуру. Не все ходят на вершину, вот только гид, ассистент гида и вот эти штурмовые борты. Обсудив все детали экспедиции и ответив на интересовавшие участников вопросы, Полина начала проверку всей экипировки, одежды и необходимой обуви, чтобы убедиться в готовности путешественников к маршруту. Я обычно просто смотрю степень защиты от ультрафиолета, но у джалбы это всегда 4. Да, это предельно для деталков. Да, прекрасно, отлично. Так, налобный фонарик на ночь штурма, ну и на акклиматизацию. Спальный мешок наш, правильно? Так. Завершив все проверки и выявив все недостающее, Полина заказала дополнительную одежду, спальник и сумки. Для получения экипировки и знакомства с группой путешественники отправились в штаб турфирмы, в котором собрались не только восходители, но и гиды. Отдельный автобус привез группу восходителей к месту старта. И только там Саид узнал, что в группе будет 9 восходителей из Узбекистана, Египта, Германии, Израиля, США, Великобритании и ЮАР. Мачами-Гейт это то место, где туристы в первый раз встречаются со своими гидами и со своими портерами, которые будут нести вещи на протяжении всей экспедиции. Так что сейчас мы познакомимся со всеми, возьмем свои рюкзаки и начнется экспедиция. Участниками группы оказались 4 женщины и 5 мужчин. И согласно статистике, кто-то один из участников мог не дойти до вершины. Но на старте маршрута все участники, вне зависимости от возраста и опыта, были равны. Так что все шли по дождевому лесу и шутили, радуясь началу экспедиции. В первой части пути, пока люди идут по вот такому тропическому лесу, еще совершенно непонятно, какие нас ожидают преграды и испытания. И скоро мы узнаем от каждого участника этой экспедиции, что он или она ожидает этого. Несколько часов пути по дождевому лесу очень быстро пролетели и ощущались, как легкая прогулка по ботаническому саду. И когда с неба начал капать дождь, все были неприятно удивлены и быстро надели свои дождевики. Саид был удивлен силой и интенсивностью дождя и неожиданно попал в переделку. Когда начался тропический дождь, пока я делал пончо, я увлекся и забыл про свои трекинговые палки. Теперь у меня нет палок, я только их потерял. Теперь нужно возвращаться и идти в этот фрагмент пути заново. Группа медленно двигалась вперед, так что Саид отправился обратно, высматривая свои трекинговые палки и надеясь, что их никто не забрал. А вот и они. Я нашел палки, но из-за этого я минут на 20 отстал от группы. Целый час потребовался Саиду, чтобы догнать группу. И оказалось, что для создания командного духа гиды разучивают с группой специальные кричалки, которые заводят и веселят людей. Пару часов тропического ливня, и все закончилось. Теперь погода великолепная. Единственное, я жду, пока он полностью остановится, чтобы уже снять этот пончо и идти высыхать. Маршрут первого дня оказался очень резким по градиенту. И согласно плану трека, он должен был составить около 5 километров. Но у путешественников за спиной уже осталось около 9 километров и 800 метров вертикального подъема. Но финиша видно не было. Тем не менее, группе исследователей предстояло ускориться, чтобы до заката добраться до первого лагеря. Наша, надеюсь, последняя остановка перед кемпом. Один. Нам осталось идти 1,7 километра. Наконец-то этот дождь закончился. Но за счет вот этой сверхвысокой влажности и за счет того, что внутри пончо тело не дышит, сто процентов мы промокли. Если нужно побыстрее идти, потому что если сейчас еще немножко упадет температура с этой влажностью, это будет ад. Преодоление финального участка заняло немногим более часа. И уже к пяти часам вечера вся группа была на площадке, на которой расставляли палатки сразу много разных туристических компаний, предоставляющих услуги по организации туров на вершину Килиманджаро. Когда приходишь к первому лагерю, матчами стоит такой же указатель, как и в самом начале маршрута, на котором указано, сколько осталось идти километров до следующих лагерей. И я читаю, что следующий лагерь будет Шира Кейв Кэмп, до него идти 5 километров. И это целый день пути. Потом будет Лауа Тауэр Кэмп, до него идти еще 7 километров. И наш основной лагерь будет на Баранг Кэмп, до него будет около 4 километров. Потом через Каранга Кэмп мы приходим в Барафу Кэмп, лагерь Барафу. И вот этот Барафу лагерь, это и будет штурмовой лагерь. Оттуда уже на Охурупик. Мачами. Это один из самых популярных маршрутов восхождения на Кириманджаро, который берет свое начало в тропическом лесу на южных склонах вулкана и, проходя через все климатические зоны, сходится с маршрутами Лемошо и Умбве в лагере Баранко на отметке 3800 метров. Выбранный группой короткий шестидневный вариант восхождения по маршруту Мачами рекомендуется только людям в хорошей физической форме, с опытом восхождения и предварительно набранной высотной акклиматизацией. Первый день экспедиции заканчивается в палаточном лагере Мачами. И хотя подъем по высоте не такой уж большой, но он таил в себе огромное количество испытаний. Это и проливной дождь, и скользкая трасса, и достаточно резкие подъемы, и боль в ногах при тяжелых рюкзаках. Трудности, выпавшие на долю горных восходителей, удивили большинство из них, хотя и не всех. Мнения разделились, и то, что для кого-то было сложным, для других было легким и ожидаемым. Все зависело от уровня подготовки перед началом путешествия. Играет музыка. Первый день, один команда. Это о том, что он один. Это самое важное. Я – это очень многое, но это было замечательно. Героятный день. Поехали, что в следующем году будет. Я надеюсь, что будет более увлечения. В это время я иногда не верил, но не был. Пока я не верил внутри, я не услышал. В какой-то минуте, когда я был тропик, но я не верил. Я думал, что это было отлично. Время было, что я не всегда ел вред, я не размещался ко мне. Мой бакпак был слишком полный, и у меня было много кафея и алкоголя, так как я начался. Я действительно чувствовал это сегодня, и теперь я не regret это. И на более легче, я бы сказал. Мои хайкинские буты были потрясающими. Я научилась, чтобы не было ледяно. Первый раз, оставшись в палаточном лагере, все участники экспедиции прошли процедуру медосмотра. Познакомились с системой питания, и все те, кто чувствовал недомогание или слабость, получили необходимые медикаменты и советы. Впереди была первая акклиматизационная ночь в лагере Мочами, расположена на высоте около 3000 метров над уровнем моря. Перед сном у многих участников экспедиции было некомфортное ощущение от акклиматизации, ставшее следствием снижения активности дыхания, снижение количества поступаемого с дыханием кислорода. Встав до рассвета, Саид развесил все мокрые вещи и постарался увидеть свой первый горный африканский рассвет и то, как жил палаточный лагерь. Доброе утро. Сейчас основная цель – просушить хотя бы обувь, потому что после этой высокой влажности ничего сухого не осталось. Из-за того, в чем мы были вчера. Согласно плану, после завтрака группа должна была начать подъем ко второму высотному лагерю, называющемуся «Шира Кейв Кэм», расположенному на высоте 3750 метров над уровнем моря. И для того, чтобы добраться до лагеря, путешественникам предстояло выйти из тропического леса и подняться на плато «Шира». Чтобы лучше понять особенности маршрута, Саид решил пообщаться с гидами. Но гиды не могли сказать чего-то конкретного. Что мы влияние в слово «Поле-Поле»? В английском языке. «Поле-Поле» означает, что «слово-слово», но этот язык тоже, когда по-поль, означает «сори», если ты вам сказал только «поле», это позволяет «сори», но если вы сказать «поле-Поле», то означает «слово-слово», мы используем этот язык «поле-Поле» как это очень легко для людей понять и выходит славно-пctureл, потому что выходит славно-пнулажно, потому что вы в town Без лишней спешки началась работа по сборке и перемещению палаточного лагеря. Впереди был не имеющий особых сложностей маршрут, на котором предстояло подняться на 700 вертикальных метров. И выбор правильного темпа трекинга играл немаловажную роль на восхождении. Восходить на практически 4000 метровую высоту по таким скользким скалам, когда кислород все меньше и меньше содержится в воздухе, и когда ноги уже не выдерживают, это очень сложно. И я думаю, сегодняшний день обязательно принесет определенные жертвы. Но вот кто недооценит гору, мы скоро узнаем. Трек оказался очень интересным и живописным. Двигаясь среди камней и вересковых деревьев, группа планировала добраться до лагеря Шира Киев Кэмп к часу дня и, немного отдохнув, выйти для совершения акклиматизационного похода с подъемом до 4000 метров над уровнем моря. В завершение акклиматизационного похода планировалось спуститься обратно в лагерь Шира Киев Кэмп, где для путешественников уже был бы приготовлен горячий ужин. Когда идешь вот по этим джунглям, то если на первом участке, пока высота была от 1000 до 3000, это был летний дождевой лес, то как только высота превысила 3000 метров, вокруг все стало покрыто лесом. Но это не обычные наши елочки, это особые квадриальные елки, которые называются эррика. Особое место среди вересковых занимают два наиболее обширных рода – рододендрон и эрика, каждый из которых объединяет более 800 видов. Еще один обширный род вересковых называется вакциниум, а его представители, такие как брусника, голубика, клюква и черника, известны своими съедобными ягодами. Но на окружавших путешественников деревьях эрики никаких ягод не было. Вся эта трасса, которая очень узкая и скользкая, показалась мне большим испытанием. Но оказалось, что испытание вовсе не в этом. А главная сложность – это вот то, что в каждый момент на этой узенькой скользкой трассе идут десятки и десятки людей с огромными рюкзаками, сумками. Это все те портеры, которые переносят лагеря из одного в другой, несут еду, газ и все остальное. И вот идти по узенькой трассе, когда куча людей, и все скользит – вот это сложность. Поэтому я не смог так идти. Я решил немного оторваться вперед и идти не с группой, а сам. Потому что идти в этой толпе просто нереально. Пробки стали настоящей проблемой горных восхождений в Танзании. И хотя для решения вопроса с заторами из людей были придуманы сразу несколько маршрутов для восхождения на вершину, популярность горы настолько высока, что пробки есть практически на всех маршрутах. Ну а наиболее загруженный участок ожидался при прохождении стены Баранку, так как в том узком месте все маршруты сливаются в единый трек, и людей там в 4-5 раз больше обычного. Основная группа не спеша двигалась к лагерю, так как участники не думали о риске дождя. В то время как Саид очень не хотел долго идти под дождем, потому что температура воздуха на высоте была уже достаточно низкой. По плану маршрут второго дня составлял 5 километров, но учитывая опыт первого дня, когда в плане также было указано 5 километров, а в реальности расстояние превышало 11 километров, Саид понимал, что реальная дистанция может составить намного больше, и нужно поспешить. Стартовав в 9 утра, за 2,5 часа, не останавливаясь, я добрался до вот этого главного подъема. На самом деле за мной это 400-метровый подъем, за которым уже будет площадка, и после этой площадки небольшой спуск к лагерю, в котором я останавливаюсь. Так что сейчас нужно не останавливаясь двигаться дальше, чтобы за 2 часа успеть преодолеть вот эту гору. Подъем был очень необычным, так как со стороны выглядел очень простым и пологим, но в реальности восхождение было достаточно резким и сложным. Преодолев подъем, Саид вышел на поляну, где было место для отдыха. Все, что нужно, чтобы подкрепиться перед финальным участком. Быстро выпив горячего чая, Саид продолжил путь к лагерю Широкеев. Но неожиданно, прямо на глазах погода начала меняться. К сожалению, прогноз обманул. И я ожидал, что в час дня начнется дождь, и к этому времени я должен был успеть добраться до Широкемпа. Но вы видите, облако начало резко опускаться, догонять меня, окружать, и уже сейчас 12.20 начался дождь, и все-таки я дойду опять до лагеря, наверное, полностью мокрым. За считанные минуты погода резко ухудшилась, и начался дождь с градом. Так что было неприятно, некомфортно и опасно. Но Саид старался не расстраиваться и смотрел на ситуацию с юмором. Просто какое-то издевательство. Так что у нас было ровно три часа, для того, чтобы мы комфортно прошлись в походе с грузом, но в футболках и при сухой погоде солнечной. Красный Цверьград, опять жижа и адский холод. Прибавив скорости, Саид вместе с гидом Джастином быстро преодолели финальный отрезок пути к лагерю Широкеев и уже в сухой палатке ожидали завершения осадков. Часу тридцати проливной дождь и град. Я дошел до лагеря, который называется Широкейв Кэмп. И подождав буквально 15 минут, я дождался момента, когда дождь закончился. И теперь можно посмотреть на весь лагерь, на окружающую красоту и на полное отсутствие высоких деревьев. Теперь все деревья какие-то низенькие, прижатые к земле, а все из-за высоты. В течение часа в лагерь пришли оставшиеся участники экспедиции. И оказалось, что каждый из них получил новый опыт. Восходители высказывали противоречивые мнения и было видно, что ошибки первого дня многих заставили задуматься. Сегодня было очень, очень тяжело для меня. И я только пил около 500 миллилитров. Так что сегодня, я вообще-то пил 3 литров воды и это сделало огромное отличие. Это было очень тяжело. Это было очень тяжело. Так что мы делали 1,000 километра от высоты и около 5 километра от высоты. Это было очень тяжело. Спустя час после обеда на несколько минут вышло солнце. Так что появилась возможность увидеть весь лагерь и исследовать близлежащую территорию. Чем Саид сразу постарался воспользоваться, гуляя в окрестностях. Второй лагерь расположен на интересной площадке. Это плато, которое называется Широ-Кей. Широ-Кей переводится как пещера Шира. И как только закончится дождь, я решил отправиться на поиски этой пещеры. И я ее нашел. Вот эта небольшая пещера, в которой, как написано на всех близлежащих объявлениях, нельзя спать. Это и есть Широ-Кей. В то же время в лагере решалось, будет ли акклиматизационный поход, но оказалось, что у многих участников экспедиции слишком высокий пульс и тошнота. Так что в условиях дождя лидер гидов барака принял решение не предпринимать выход на высоту 4000 метров над уровнем моря. Второй раз оставшись в палаточном лагере, все участники экспедиции снова прошли процедуру медосмотра. Пили много воды и набирались сил. Ведь впереди была вторая акклиматизационная ночь в лагере Широ-Киев. И самый сложный третий день восхождения, в которой группе предстояло преодолеть около 15 километров, поднявшись до высоты в 4600 метров и спуститься на ночевку в лагерь на высоте в 4000 метров над уровнем моря. В первой части экспедиции на высшую точку Африки, расположенную на вершине горы Килиманджаро в Танзании, международная группа путешественников, в числе которых были узбекистанские исследователи Саид Тулягянов и Шаров Эйгамбердиев, прошли пеший трек от ворот Мачаме до лагеря Широ-Киев. Но экспедиция продолжается, и на рассвете нового дня путешественники начали более чем 12-километровый переход, который, по всем прогнозам, обещал быть самым сложным за все время путешествия. Сегодняшний день это переход на очень высокогорный лагерь, который называется Лава Тауэр. Лава, уже понятно, это подсказка о том, что мы взбираемся на вулкан. И вот этот лагерь, Лава Тауэр, находится на склоне уже, предвершинном склоне Килиманджаро. Так что мы сегодня уже побываем там. Раньше прямиком из высокогорного лагеря Лава Тауэр был маршрут на вершину через ледник, расположенный выше. Но в последние годы после ряда трагедий трек закрыли, и все восходители двигаются по более безопасному пути, занимающему на три дня больше. После того, как мы вышли из лагеря Широ Кейв, начался очень интересный, но суровый участок пути, когда растения по колено или по пояс, всюду камни и очень суровый климат. Это место, и вообще такие участки пути называются Альпийская пустыня. И вроде бы ожидается хороший подъем. Несмотря на название, альпийских пустынь практически нет в Европе, но при этом они широко распространены в высокогорьях Дальнего Востока, Гималаях, Кордильерах и Андах. Обычно альпийские пустыни образуются в местах с выраженной неустойчивостью почвы, связанные с последствиями недавней вулканической деятельности. Имея негативный опыт с бесконечными проливными дождями, все путешественники мечтали о хорошей погоде. Но, несмотря на высоту, воздух был наполнен туманом, который поднимался вверх по горе. Так что путешественникам казалось, что если идти быстро, можно обогнать дождь. Хотя прогноз погоды не обещал ничего легкого, оказалось, что сегодня будет даже сложнее, чем в первые дни. Сейчас на часах всего лишь 10 утра, и уже первые капли дождя капают на мою куртку. Скорость движения облаков оказалась слишком высокой, так что вскоре группа разделилась. Часть путешественников убежали вперед, чтобы до дождя дойти до палатки в лагере. А более медленная часть группы была вынуждена двигаться под дождем. Идти в облаке под проливным дождем, конечно, не самое приятное дело, особенно, когда ты находишься на высоте выше 4000 метров над уровнем моря. И кислорода в воздухе очень мало, деревья не растут, и животные практически тоже тут не обитают. Но вариантов нет. Это единственный удобный путь до вершины Килиманджаро. Надо двигаться. К радости путешественников дождь был достаточно слабым, так что у Саида была возможность изучать окружающую местность, хотя видимость была достаточно низкой из-за густого тумана, который обволакивал всю гору. На самом деле все эти огромные валуны это куски застывшей лавы. И в следующем лагере я думаю, мы увидим какой-то огромный валун просто. Но почему здесь так много? Все потому, что вот эти проливные дожди они вымывают всю почву вниз и наверху остается только такая галька и гигантские вот эти лавовые валуны. Маршрут к лагерю Лава Тауэр оказался очень сложным и только к двум часам дня более медленная часть группы путешественников прибыла в лагерь, где была установлена палатка для обеда. Впереди был обед и короткий отдых, после которого нужно было пройти еще очень протяженный участок маршрута до лагеря Баранку. Для того, чтобы люди максимально адаптировались и привыкли за день до того, как начинается восхождение, нужно подняться на высокую лору в место, которое называется Лава Тауэр. Переводится это как башня из лавы. И вот она как раз за моей спиной. Здесь мы провели два часа, пообедали, привыкли к этой высоте. Это трещит голова. И теперь можем двигаться дальше вниз, где мы уже и проведем ночь. Саид двигался немного быстрее, чем основная часть группы. И это позволило ему отдохнуть дополнительный час, в течение которого он смог осмотреть огромный лавовый утес, давший название лагерю. лагеря. Лагеря. С новыми силами в три часа дня Саид продолжил путь к лагерю Баранку. И хотя движение все еще нужно было продолжать в облаке, он решил изменить отношение к ношению дождевика. Дождевик – это бесполезная вещь. А дождь – это вообще непрекращающаяся вещь здесь, на Килиманджаро. Так что во второй части пути я буду идти без дождевика, но в заранее подготовленные водонепроницаемые куртки. Лагерь Баранка был расположен на высоте около 4000 метров над уровнем моря и могло показаться, что весь путь будет направлен вниз. Но все оказалось не таким простым. Местность была полна подъемов и спусков. Но самым интересным было то, насколько фантастическими стали окружающие пейзажи, осматривать которые было возможно только в короткие периоды, когда туман рассеивался. Начался спуск, и по дороге стали встречаться очень интересные, эндемичные деревья. Так интересно, что это дерево, по сути, мерзнет, и поэтому оно делает само себе вот такую шкурку и шерсть дерева только в тех местах, где люди все время трогают, а на такой высоте. А на самом деле оно должно быть вот таким. Кириманджаро Кириманджаро – это земля гигантов, и помимо гигантского вереска, на горе можно встретить также гигантские лобилии и древовидные крестовники. Капустоподобные кочаны на пнях и более высокие канделяброобразные деревья были двумя формами гигантского древовидного крестовника. И это растение является овощем и предпочитает влажные места, укрытые от ветра, такие как долины ручьев. Оно растет медленно, но может достигать высоты до 5 метров. Говорят, что самая трудная часть уже прошла, и теперь всего лишь несколько дней привыкания, и начнется самая интересная часть, а именно штурм вершины. К пяти часам вечера Саид и вся группа путешественников прибыли в высокогорный лагерь Баранко, в котором было просто огромное количество людей. Лагерь Баранко – это самый большой лагерь на всем протяжении маршрута, потому что только в нем происходит встреча групп, двигающихся по разным маршрутам. Это вот здесь и Мочами, и Лимоши, и все остальные трассы. Справившись с переходом, который должен был стать самым сложным во всей экспедиции, международная группа путешественников разместилась в палатках на высоте в 4000 метров над уровнем моря. Хотя высота была серьезной, то, что несколькими часами раньше восходители были на 600 метров выше, оказало положительный эффект, и при вечернем медосмотре у всех участников были хорошие показатели. Чем выше лагерь, тем холоднее по ночам. И в лагере Баранко за ночь все палатки заледенили. Программа восхождения на Кириманджаро построена таким образом, что трудные дни с огромными расстояниями и большим перепадом высот чередуются с акклиматизационными днями, с короткими переходами и без набора высоты. План нового дня заключался в коротком, 7-километровом переходе в лагерь Каранго, который был расположен на такой же высоте, как и лагерь Баранко. За сегодняшний день нам нужно подняться на вот эту стену, она называется стена Баранко. После того, как мы поднимемся по этой стене Баранко, мы обойдем вершину до правого края, где более пологий подъем. Утро в лагере Баранко выдалось очень напряженным, и у многочисленных восходителей, двигавшихся по разным маршрутам, но объединившихся в высокогорном лагере были совершенно разнообразные проблемы. Многим людям стало плохо после спуска с лагеря Лава Тауа, и с раннего утра началась операция эвакуации. Все утро спасательный вертолет летает в лагерь и обратно, эвакуирует тех людей, которым стало плохо, которых нужно спасать. Так что не каждый упускает на вершину гора Килиманджао. В будущем этот вертолет еще прилетит за одним из участников группы, в которой шли Саид и Шаров. Но пока все участники чувствовали себя хорошо, хотя и не идеально. Одним из участников, перегрузивших колени, стал американец Терри. Но он был в хорошей форме и должен был справиться. После плотного завтрака ровно в 8 часов утра международная группа путешественников вышла на маршрут и отправилась на вертикальную стену баранка. Людей было огромное количество, а трек оказался достаточно сложным и скользким. Хотя считается, что забраться на стену баранку это достаточно простое дело на пару часов. Но когда в один момент несколько тысяч человек пытаются это сделать по очень узкой и опасной тропе, становится делом на полдня. Но делать нечего, нужно двигаться под водой. Очень низкой, но в безопасной скорости. Попав в пробку, любой восходитель начинал перегреваться и недоумевать от того, что движения не было. Но этому была очень простая причина. И работой гидов было успокоить восходителей и объяснить, как все происходит. Каждый восходитель воспринял попадание в пробку по-разному. Шаров, Эльдор и Терри решили не стоять в ней и рискнув, начали движение по более опасному маршруту, на котором не было людей. А остальные участники группы двигались по стандартному маршруту, который, казалось, никогда не закончится. В нормальных условиях для прохождения стены баранка должно было хватить 30 минут. Но так как двигаться нормально было невозможно, группе потребовалось 2,5 часа, чтобы преодолеть стену, на вершине которой их уже ждал Бенсон с горячим чаем и печеньем. Я забрался на эту стену баранка. Вроде бы не так трудно, но на самом деле организм весь очень напрягается. Хотя здесь где-то плюс 5, мне нереально жарко, я весь потею. И гиды говорят, что я очень бледный. Но, не знаю, наверное, так действует высота. После получасового привала группа снова разделилась. И теперь уже на три мини-группы, в каждой из которых был прикреплен индивидуальный гид. В первой мини-группе были Шаров, Эльдор и Терри. Во второй шли Джули и Хасан. А в третьей шли Саид, Виге, Майя и Саннет. Клеманджури, Урыво, У punk. Терри. Клеманджури, Урыво, Уум. Мrą thing in the world are because people are coming here in groups. It is not necessary to walk in a single group. If one client will get sick in the group, we don't take all the group down Путь к лагерю Каранга пролегал по склону горы Кириманджаро. И так как идти было достаточно просто, а погода была на редкость сухой, у участников восхождения было больше времени для общения, и знакомство с индивидуальными историями людей с разных континентов. Академия Участница экспедиции SunMed, прилетевшая из ЮАЭ, была самой возрастной участницей группы. И хотя ее шансы на успешное восхождение были наименьшими, характер этой женщины был настолько сильным, что шансы все же были. И было очень интересно наблюдать, сможет ли она справиться с этим вызовом. Сегодня повезло с погодой, хотя туманно, но дождя нет, так что я спокойно приближаюсь к лагерю Карангу, в котором смогу провести целый акклиматизационный день перед тем, как перейти завтра утром в штурмовой лагерь Барафу. Он уже начинает готовиться к восхождению. Флора и фауна на высоте 4000 метров над уровнем моря не отличаются разнообразием, но даже тех растений, которые росли на горе, хватило для катастрофического пожара, охватившего весь южный склон Килиманджаро. Пожар бушевал несколько недель, и с момента его окончания прошло всего около двух месяцев, так что в воздухе до сих пор стоял запах гари и костра. Из-за человеческой ошибки, из-за людей, которые просто собирали здесь мед и развалили огонь для того, чтобы прогнать пчел, вся гора пострадала. Две недели Килиманджаро горело. Сейчас на большом участке горы такие обгоревшие угли и обгоревшие головешки. Пострадавшая и практически полностью выгоревшая территория простиралась почти до лагеря Каранга, к которому Саид и третья мини-группа добрались к часу дня, проведя на маршруте в общей сложности пять часов. Впереди был длинный день отдыха, и чтобы не терять его даром, команда гидов и портеров устроила небольшой концерт для всех участников экспедиции. Продолжение следует... Песня Песни, танцы, слова благодарности и представления каждого из участников стали ярким воспоминанием об этом необычном дне на очень большой высоте. Песня Финальная цель уже видна. Вот это и есть вершина горы Килиманджаро. В предстоящий день был запланирован переход средней сложности, в течение которого предстояло пройти около десяти километров и набрать шестьсот вертикальных метров подъема до штурмового лагеря «Барафу». В восемь часов утра участники экспедиции вышли на маршруты и спокойным темпом начали движение в самый высокогорный лагерь экспедиции, не осознавая, что им не удастся там провести ни одной ночи. А это восхождение уже движение на вершину с небольшим привалом в лагере «Барафу». Гора уже за моими плечами. И, казалось бы, все очень просто. Шаг за шагом приближаться к заветной точке. Но на самом деле идти все сложнее и сложнее. Но все-таки с одной вещью нам повезло. Это с погодой. Погода просто великолепная. Новой опасностью, незаметно подстерегавшей путешественников на маршруте, было ультрафиолетовое излучение, которое имело настолько высокую интенсивность, что Саиду приходилось очень обильно покрывать всю кожу лица слоем защитного крема, который должен был уберечь кожу от ожогов. Трек до лагеря «Барафу» пролегал по широкой и полугой местности, так что двигаться можно было достаточно быстро. И всего за три часа все путешественники были в лагере, который протянулся на очень узком гребне на южном склоне Килиманджара. Пообедав в лагере, восходители узнали, что вечером после 10 часов начнется восхождение, так что у каждого участника экспедиции было 12 часов на отдых. Но спать совершенно не хотелось. Так что участники посвятили часть времени общению и своим историям о том, как они решили приехать в Танзанию и отправиться на вершину Килиманджара. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Удивительное место Люди со всего мира собрались на высоте 4673 метра Чтобы отдохнуть здесь буквально нескольких часов И ночью совершить достижение Я постараюсь сейчас немного поспать И набраться сил Чтобы не сдаться И дойти до конца К рассвету путешественникам предстояло уже быть на умопомрачительной вершине Которая была расположена на 1300 метров выше Так что в любом случае Всем участникам восхождения Нужно было набраться сил Саид и Шаров заставили себя поспать И к 10 часам вечера Полные сил ожидали старта главного испытания После ужина Гиды были распределены между участниками восхождения И выяснилось, что с Саидом пойдет Джастин А с Шаровом и Эльдором пойдет Онест Ровно в полночь спокойным темпом Группа начала восхождение При средней скорости в 2 км в час Планировалось дойти до вершины к 6 утра Но после пересечения высоты в 5000 метров над уровнем моря У многих восходителей начались проблемы Первым был Хасан, которого рвало Но он держался и шел дальше Шарофа клонила в сон Джули замерзала и засыпала А Майя шла как под гипнозом Саид шел без каких-либо симптомов высотной болезни Как вдруг на высоте в 5680 метров над уровнем моря Все резко изменилось Что-то так мне плохо еще ни разу не было Сейчас я уже выше, чем высота пика на Эльбрусе И вот я иду И колова кружится А кислорода нет За спиной Саиды уже была видна вершина гребня И Саиду казалось, что осталось пройти совсем немного И он доберется до финиша Но на деле до вершины было еще очень далеко Все вокруг стало очень сложным и медленным для Саида Но он не хотел сдаваться Хотя уже было очевидно, что он страдает от симптомов высотной болезни Я иду уже больше шести часов Добрался до 5700 метров над уровнем моря И здесь уже совсем нет воздуха Я вот дышу Ощущение, что я не дышу И голова отключается Я иду и прямо на ходу начинаю спать Я уже даже не помню фрагмент пути То, что я шел Но мозг был выключен И все время тошнит Гид Джастин был рядом с Саидом И предлагал забрать рюкзак Чтобы Саиду было проще подниматься Но Саид решил, что он дойдет до вершины гребня без помощи И сам донесет рюкзак Короткий участок перед Стеллопойнтом Саид двигался со скоростью не выше 300 метров в час Но в тех условиях скорость была не важна Важно было не сдаться Так выглядит последний участок перед вершиной Чтобы не сдаться Саид обманывал себя, что он уже рядом с вершиной Хотя он был рядом со Стеллопойнтом А до вершины, которая называется Пик Ухуру Нужно было пройти еще около полутора километров Что могло занять около пяти часов при такой скорости Никогда мне еще не было так плохо Не знаю Но гид мой, помощник Джастин Верит, что я дойду Говорит, давай, давай, давай А это ты еще больше километра Поднявшись на гребень и сделав небольшой привал около Стеллопойнт Саид отдохнул, набрался новых сил Отдал рюкзак и резво стартовал к высшей точке горы Она была видна в отдалении И прибавив темп за один час Саид добрался до нее Друзья, я на пике Ухуру И, наконец-то, пустя 9 часов восхождения Я смог подняться Такая невероятная красота Обычно много людей стоят в очереди Но мне повезло, потому что я шел немного дольше других И могу вдоволь любоваться и фотографировать этот пик На часах было 8 часов 10 минут Так что Саид отстал от идеального графика на 2 часа Но это было не катастрофичным Около пика Саид встретил Шарофа, Эльдора, Терри, Хасана, Джули и Майю И только Саннет не было видно Вокруг были ледники И Джастин предложил на расстоянии рассказать о них И не подходить к ним, чтобы сэкономить силы на обратный путь Окружающий пейзаж и виды на высоте в 5 895 метров над уровнем моря Совершенно очаровывали и завораживали Но дефицит кислорода в воздухе был настолько чувствительным Что многие восходители падали в обморок Саид же поборол симптомы высотной болезни и хорошо держался Это было реально, наверное, самое сложное приключение в моей жизни И в какие-то моменты мне казалось, что я сюда не дойду Но благодаря моему гиду Джастину И второму гиду, который помог донести вещи Все получилось Так что я здесь И я хочу посвятить эту победу своей маме и своей семье Проведя не больше 30 минут на вершине Килиманджаро Саид отправился в обратный путь И это было уже намного легче Так как со снижением высоты менялся состав воздуха Росла скорость и улучшалось самочувствие Вскоре после Стелла Пойнта на спуске Саид встретил Санет Она сидела с двумя гидами и кислородным баллоном Санет смогла дойти до Стелла Пойнт и отправилась обратно Но тело ее практически не слушалось С помощью гидов Санет спустилась в лагерь Барафу Но дальше идти уже не могла Так что для нее также был вызван спасательный вертолет Который доставил ее прямиком в город Спустившись в лагерь Барафу Саид узнал, что лагерь уже разобран И нужно двигаться дальше Так как ночевка будет в лагере Миллениум А это означало еще 4 часа пешего хода Но воодушевление после вершины было таким сильным Что переход без проблем был совершен вместе со всей группой Отдохнув и выспавшись в лагере Миллениум Утром все участники экспедиции собрались на прощальный концерт Который решили устроить гиды и портеры Это были трогательные последние минуты вместе Перед финальным спуском и возвращением в город Так интересно, что путь, который занимает около 6 дней Потом заканчивается всего лишь однодневным спуском Доказывающим то, что можно было бы и подняться, конечно, за один день Но именно ограниченность организма И его невозможность акклиматизироваться за один день Мешает делать это за один день Путь от лагеря Миллениум до выхода из национального парка Пролегал через лагерь Мвека Кэмп И тропический лес, в котором обитало много обезьян Около ворот Мвека Гейт путешественников ждал автобус Который отвез всех в город Где состоялась торжественная церемония Вручения памятных медалей и сертификатов о восхождении Но путешествие на этом не завершалось Так как было еще время, чтобы познакомиться с природой и кухней Танзании Знакомство с новой для меня культурой и традициями Началось и продолжается на каждом шагу И вот сейчас мне принесли напиток из баобапа Поэтому будет интересно попробовать Какой же он на вкус баобапа И вообще как это пить сок из дерева Что-то необычное Кислит и очень сильный осадок Из-за того, что у нас нет такой гаммы вкусовой Нам тяжело передать и объяснить Но что-то отдаленное, как шкурка из-под граната Для знакомства с особенностями новой для себя страны Саид, Шаров и Эльдор обратились к опытному гиду по имени Джозеф Который в короткий срок показал им множество интересных мест И рассказал много всего необычного Открытость местных жителей и позитивное отношение к туристам Ощущалось на каждом шагу И при выборе блюд путешественники положились на опыт Джозефа Который заказал отличную еду Которая обошлась примерно в 18 долларов с человека По-моему, вот это идеально адаптировано под нас еда будет Потому что отдельно рис, картошечка Здесь три вида мяса Курочка Ну, лэмп я не знаю, но говядина точно присутствует После обеда Джозеф отвез путешественников на местные плантации Которых точно не встретишь в странах, расположенных в умеренном климатическом поясе Так что следующим пунктом исследователи отправились узнать, как растут бананы Видя банановое дерево, можно понять, сколько еще плодов оно способно дать Мне кажется, у каждого банана есть вот такой вот цветок, как бы плод Который полон пыльцы И из-за этого он притягивает пчел, как мед И вот этот цветок, двигаясь по стволу, рождает бананчики И эти бананы уже потом поспевают И вот чем меньше цветочек, тем меньше осталось бананов, которые вырастут на этой пальме Одним из поводов для посещения Танзании является знакомство с окорегионом Серенгети В котором природа и животный мир сохранились в первозданном виде Хотя от Кириманджара до Серенгети нужно проехать около 250 километров Все же вокруг было немало интересных объектов дикой природы Здесь, в Танзании, всюду просто гигантские муравейники Которые местные жители называют термитниками Но кто там на самом деле живет, муравьи или термиты Я узнать не могу, потому что иначе придется разрушать действующий муравейник А это неправильно Но вот сломанный кусок, который уже не действует Можно поднять и посмотреть, из чего он состоит Это такие толстые-толстые каналы В которых есть какие-то яйца, наверное, муравьев или термитов Уфи Уфи На этом путешествие по Танзании В котором международная группа исследователей совершала восхождение на пик Ухуру Являющийся высшей точкой горы Кириманджара и всей Африки завершилась Но африканский континент очаровал и влюбил себя своим теплом Позитивными и отзывчивыми людьми и незабываемой природой Так что планов для будущих экспедиций по Африке предостаточно И они обязательно найдут свое отражение в новых эпизодах телепроекта «Дух приключений» Джамбо 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 Буана Барикани Зурисана Кириманджара Слышимый иногда глухой гул, а также проявляющийся то здесь, то там землетрясение Свидетельствует о том, что вулкан лишь спит и когда-то может проснуться Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok